Выпуск представляет клиника Академическая стоматология. Дентальная имплантация любой сложности. Реконструктивная и пластическая хирургия лица. Международные стандарты. Доступные цены. 8 903 508 0075. Профессор Орлов.ру Сегодня мы провели операцию нашему пациенту, который был подготовлен заранее к этой операции. До оперативного вмешательства пациенту была произведена профессиональная гигиена пола эспирта. Субтитры создавал DimaTorzok Был запломбирован канал Зуба 2.2, H+, и термофилом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Второе. Резерцию верхушек корней, то есть цистектомия. И установку дентальных имплантов. В процессе выполнения оперативного вмешательства, когда мы произвели разрез, и оголели переднюю стенку гаймеровую пазуху, мы обнаружили, что вся передняя стенка гаймеровой пазухи выполнена пломбировочным материалом, которым пломбировались каналы отсутствующего Зуба 2.6 и 2.7. При подготовке нашего больного к оперативному вмешательству данных за патологию мы не обнаружили. Но это не говорит о том, что при выполнении оперативного вмешательства мы не можем столкнуться с такой проблемой. В выполнении операции синус лифтинг, а также выполнением и пломбировкой остропластическим материалом, эта операция будет заранее подвергнута неудачу в связи с тем, что этот материал будет инфицирован, и в лучшем случае он будет лежать там, как инородное тело. То есть сама операция не удалась. Поэтому было применено решение интрооперационно, о чем наш пациент был предупрежден, что, возможно, такая будет ситуация. Ему была произведена операция, ревизия дна гаймеровой пазухи. При формировании перфорационного окна по передней стенке гаймеровой пазухи мы обнаруживаем именно наличие и присутствие вот этого материала. На самой надкоснице имелись вкрапления по всему протяжению вот именно пломбировочного материала, который был ранее применен с целью пломбирования канала. Этот материал превратился в плотный конгломерат и давал спаечный процесс. После того, когда окошко костное было удалено, на передней стенке самого комплекса мембраны Шнейдера мы обнаружили вкрапление вот этого материала. То есть при пломбировке каналов материал обсеменил поверхность кости под передней стенки гаймеровой пазухи и был внедрен в саму слизистую гаймеровой пазухи и находился на разных ее уровнях. При осмотре под микроскопом мы обнаруживали тяжи, которые шли по мембране Шнейдера. И вид ее был не серовато-беловатый, а он был примерно желтого цвета, что, скорее всего, включало в себя наличие там полипозно измененной слизистой, а также наличие возможных кист. После выполнения цистоктомии в области 2-5 была произведена операция цистоктомии в области 2-2. После того, когда мы закончили наше оперативное вмешательство, в область 2-4 был установлен дентальный имплант. КОНЕЦ Если бы ситуация клинически подтвердилась бы и мы не столкнулись бы с наличием такого большого количества бомбировочного материала и наличие полипов в самом синусе, то тогда также были бы установлены импланты в область зуба 2-6 и 2-7 одномоментно с этой операцией. В настоящее время, учитывая объем такого оперативного вмешательства и уход от запланированной операции, пациенту предстоит изготовление частично съемного протеза с целью замещения этого дефекта на период реабилитации по течению года. А через полгода будет произведена операция, модифицированный синус лифтинг, которая позволит установить дентальный имплант и через полгода произвести протезирование на импланты. Редактор субтитров А.Семкин